Демоны наступают! Друзья мои, сегодня с вами рассмотрим фирму CrossRC и у них есть вот таких два, скажем так, трофейных внедорожника, но в трех разных комплектациях. Итого мы получаем шесть разных комплектаций. Сегодня рассматриваем самую дешевую их комплектацию, которая стоит 270 баксов. Здесь идет Александровый кузов. Сразу говорю, она называется SR4A, SR4B, SR4C. В основном отличия там металл, не металл. Ну, в общем, инструкция по эксплуатации. Давайте смотреть. Мы сейчас подробно посмотрим, какие элементы, где-то мы получим металл, какие-то нет. Это задняя часть. В основном здесь это все пластик, конечно, да, то есть и пороги, и батарейные отсеки. Тут еще что-то. Вот такие вот колесные арки, получается, у нас спереди стоят. И, ух, какие шины-то. Ничего себе. Так, смазочка здесь в комплекте. Наверное, пожадничали опять. Плюс смазка для амортизаторов. Пять, пять, пять шин в комплекте. Во! Вот это мне нравится уже. Слушайте, даже можно, можно даже такие отдельно рассмотреть. Неплохой такой протектор. Ну, такая мягкость вроде есть. Посмотрим. Ну, такая средненькая. Я видал и мягче колеса. Так, здесь у нас вот это алюминий. Пошел по алюминию, да. Смотрите, даже вот такие вот есть элементы. Как они? Забыл. Ну, типа тоже алюминий, да? Передок, некрашенный, я так понимаю. Ну, может, это внутренняя часть. Посмотрим потом, что с этим делать. Амортизаторы алюминиевые идут корпуса и на самых дешевых, и на дорогих версиях. Тяги. Тяги у нас полностью тоже металлические. Карданы. Идут тоже металл сразу. Это касается, опять же, самых дешевых версий и самых дорогих версий. Мотор в комплекте. Вот такой вот, как он называется-то? Забыл. Бум-бум-бум. Ну, короче, вот это моторама. Но она здесь не просто моторама, да? Там редуктор, короче, здесь это называют они. Редуктор идет здесь с пластиковым корпусом, но в дорогих версиях металл. Вот. 35 витков моторчик и раздатка. Блин, такая маленькая, ничего себе. Металлическая. Ой, пластиковая. В моей версии она идет пластиковым корпусом. Мосты в версии A идут пластик. Причем задний мост у нас с реверсом идет, можно его перевернуть, я так понял, для убирания карданового эффекта. Диски. Диски идут здесь пластиковые в дешевых версиях. В дорогой версии идет алюминий. В общем, я как говорю, в основном все, что мы начинаем платить выше, это идет за алюминий. Хотите там редуктор, корпус редуктора металлический, пожалуйста. Хотите диски металлические с бедлоками? Пожалуйста, платите, все будет. Так, и что у нас в этой коробке? А, в этой коробке у нас кузов должен быть. Вот. Ну, кузов лексановый, то есть SR4 идет только с лексановым кузовом. Потом я закажу дорогую версию, которая стоит 550 баксов, и мы посмотрим, какой он будет хороший. Там уже будет пластиковый кузов, но там немного он отличается. Вот такие вот светодиоды в наши фонари. Мы получаем это как в дешевых версиях, так и в дорогих. И липучки для нашего аккумулятора. Так, вот такой бензобак, что ли, не знаю. Достаточно большой. Не знаю, сколько литров. Зеркала, плюс вот такие у нас на фары. Вся для светотехники. Это у нас линки, пластик, ну и там будет везде пластик. И все. И здесь всякие липучки и стяжки. Вот. Вот, что мы получаем. Это стоит 270 баксов, друзья мои. Рад, что с мотором. Даже не знал на самом деле. Заказал кучи моторов под эти трофейки. Давайте собирать. Начнем. Посмотрим, что есть. Ну, сюда нам потребуется аппаратура с приемником. Нам потребуется регулятор скорости. Ну, 40 баксов аппаратура с приемником. Ну, пусть там 30 баксов. Не знаю, можно даже на барахолке в RTSL у меня найти за полторы тысячи. Даже кто-то по тысяче продает. Вконтакте группы. Заходите, смотрите. Вот. И, в принципе, все. Аккумулятор. То есть, такая бюджетненькая трофеечка. Давайте посмотрим. Так. Для начала скрываем редуктор и смотрим, что смазочка здесь есть. Не такая густая, она просто на шестеренках. Оставим, в общем, стоковую, как есть. И поставим все дело обратно. Вот так у нас получается на моторе. Как видите, пиньончик. И вставляется вот так. Далее уже вставляется в пластиковый корпус и закручивается на три винтика. Вот так это выглядит, когда установлено внутри. И прошу заметить, что вот здесь установлено резиновое кольцо для герметизации всего вот этого редуктора. То есть, очень хорошо. Ничего не должно открыто быть. И туда ничего не попадет. Даже через мотор, в принципе, здесь некуда попасть. Как видите, все отверстия и на моторе получаются закрытыми. Раздатка внутри тоже смазана. Поэтому тоже не буду строгать. Оставим стоковую, как есть. При желании можно провести герметизацию по периметру. Но я буду использовать в стоке. И поэтому герметизировать не будем. Просто собираем обратно. Так, занимаемся дальше сборкой рамы. Значит, вот это у нас нижняя пластина. Идет металлическая. Все остальное, в принципе, здесь пластик. Ну, за исключением двух пластин самой рамы. Сейчас нам нужно состыковать, соответственно, эти две пластины. Вот так вот. И с этой стороны поставить еще тоже пороги. Плюс здесь вот такие интересные крепления будут нашего корпуса. То есть, вот такой вот замок идет. Устанавливается. И вот так, видите. Раз. Хоп. Зафиксировали. Хоп. Сняли. Посмотрим, как это будет функционировать. В общем, продолжаем. Так, ну, рама почти собрана. Значит, сюда потребуется передний бампер. Но его нужно красить. То есть, изначально он не крашеный. Покрасим его в черный цвет. Вот такие вот здесь подкрылки идут. Ну, арки, скажем так, будут закрывать и будет смотреться более копийно уже. Так, дальше приступаем за сборку амортизаторов. Амортизаторы здесь алюминиевые, как и говорил. То есть, все собирается полностью по нормальной технологии. То есть, вставляем так. Потом два резиновых колечка. Не забывайте, что эти два резиновых колечка, которые здесь внутри, их нужно сначала смазать. И второе. Смазываем их в силиконовом масле, который мы будем заправлять наши амортизаторы. Дальше вот так закрываем и закручиваем. Все. Плотно закрутили. Теперь вставляем наш шток. Шток поставили. Еще одеваем резиновое колечко сюда. Это резиновое кольцо уже смазывать не нужно. И сюда прикручиваем. Зажимать, чтобы не повредить шток, берем бокорезы, зажимаем вот здесь вот у резьбы и закручиваем. Амортизаторы почти готовы. Осталось поставить пружины. И заметьте, что здесь у нас заливается масло только на 50%. То есть, не заливаем полностью на 100%, как на всех тачках, монстрах и прочих. 50% чисто ради смазки. Так как у меня самая дешевая версия, то мы получаем пластиковые мосты. Но шасть полностью на подшипниках. Естественно, внутри у нас установлен металл. И здесь, как видите, смазочка есть. То есть, в принципе, ничего трогать не будем. Можно при желании все разобрать и полностью загерметизировать. Это будет неплохо, поэтому как бы рекомендую. Но я поюзаю в стоке. Сами привода здесь металл. Но, как видите, у меня идет чашка-кость. В дорогих версиях здесь будут стоять ЦВД-привода. Так что смотрите. ЦВД-привода плюс металл-мост. Тут каждый выбирает сам. Собрал передний и задний мост. Соответственно, задняя и передняя подвеска полностью в сборе. И, как видите, амортизаторы здесь ставятся наоборот. То есть, корпуса амортизаторов здесь находятся снизу. Шток будет находиться выше. Алюминиевая, то есть, металлическая подставка для нашей сервы идет. Уже в стоке даже на самой бюджетной, скажем так, комплектации. Плюс металлический держатель наших тяг. То есть, сверху, который монтируется, тоже идет полностью металл. Посмотрим. Рулевые тяги тоже полностью металлические, прочные. Это хорошо. Это очень нужно. И сейчас я, значит, ставлю карданчики сюда. И начинаю стыковать все это дело с шасси, с самой рамой. Карданчики, как видите, металл. Ну, не знаю. Посмотрим, как себя покажут. Но, я думаю, коллектор с ними ничего не сделает. Установил переднюю и заднюю подвеску на рамы. Вот что получается. Посмотрите. Наверное, ходы здесь будут бешеные. Подвески, как видите, задний. Амортизатор устанавливается под углом. То есть, не вот так вот прямо, а идут под углом. Ну, посмотрим, как будет в деле. Вот. Фиксируется все очень просто. Вообще просто. Тяги обе идут на одном винтике. То есть, не где-то по раздельности, как бывает на некоторых шассиках. Здесь прям моментом хоп-хоп прихватили. И потом амортизаторы здесь. Все. То есть, монтаж моментально идет. Здесь установлена раздатка у нас. Написано в книжке, что используйте фиксатор резьбы. Ну, по факту она здесь пластиковая. Если металл будет, то да. Фиксатор резьбы на винтик и вкручиваем. Потому что в металл, чтобы не раскрутилось. И вот так у нас идут карданчики. То есть, этот ставится здесь, этот здесь. Сейчас установим мотор. От него, соответственно, еще пойдет кардан. Он будет устанавливаться вот сюда. Мотор вот на такой вот пластиковый моторами получается у нас. С редуктором. И где-то вот так его сейчас будем монтировать. Вот здесь вот. Все, мотор установлен. Вот так идет у нас этот карданчик. Он тоже полностью металл. Это хорошо. Сверху ставится вот такая распорочка. В нее будут вставляться стойки для нашего кузова. Вот. Ну, пока так выглядит. Сервопривод пока не ставил здесь ничего. Больше электроники пока нет. Так. Собираем заднюю часть автомобиля. То есть, она полностью собирается. Потом сюда приклеим накладочки на двухсторонний скотч. Это все в комплекте. И сейчас это нужно будет сюда установить. Ну, наверное, где-то вот так это будет ставиться. Так. Принимаемся за резину. Достаточно мягко. Огромный протектор. Направленный протектор. Но, так как у нас самая дешевая версия, то мы получаем пластиковые диски. К сожалению, никаких бедлоков нету. И нам нужно воспользоваться клеем. Чтобы все это дело приклеить. А так бы были бы алюмиишки. И мы бы с вами бы закрутили винтики. И все. Было бы круто. Но для этого нужно доплатить. А здесь только вот такие вот. Потом накладки туда накручиваем. Винтики вот они все лежат. И так будет смотреться. Типа якобы бедлоки. Ну, короче, по факту нет. Итак, собираем. Это обязательно смотрите, что резина направлена. То есть должны собраться два правых колеса, два левых и одно запасное. Вот, соответственно, по периметру проклеиваем. Ну, в принципе, вот. Все готово. Моторчик установлен. Отсек под аккумулятор установлен. Фирменные липучки. Вот здесь запаска. И колеса полностью склеены. Значит, давайте посмотрим на ходы подвески. Вот это да! Вот это впечатляюще на самом деле. Смотрите, сколько. Во! Обалдеть! Обалдеть! Очень круто! Смотрим сзади. Обалдеть! Просто, просто какой-то краулер получается у нас. Реально, ходы очень большие. Я думаю, в плане какой-нибудь такой пересеченочки, где нужно карабкаться, сделает всех просто. Вот, значит, что нам остается? Ну, давайте, в следующей части мы поставим до конца всю электронику на него. Заведем его, скажем так, и покрасим корпус. Вот, корпус я уже вырезал. Скосячил немного. Вот в этом месте. Вот сделал такой надрез. Очень тонкий лексан. Очень острые ножницы. И прямо так, вжух, поехало. Вот, потому что здесь вот очень тонкий лексан. Здесь он прочнее. В этих местах. Ну, в принципе, как всегда бывает на всех тачках. Всё, будет вот так вот ставиться, крепиться. Заднее крепление будет вот такое. Вставляться туда. Помните, да? Я вам говорил, здесь есть специальные отверстия. Вон они. И туда вставляться и фиксироваться. То есть, это нужно прикручивать будет к корпусу уже потом. И всё, что-то будет. Стёкла не буду закрашивать, потому что здесь потом наклейки будут на них клеиться. Ну, оставил так. Можно, конечно, прям полностью затонировать в чёрные. Ну, будем так ездить. Так, и я покрасил бампер. Берём обычный баллончик из автомагазина. Красим передний бампер. Вот, мне его надо сюда поставить будет. Вот так вот он будет стоять. И покрасил также решётку. Решёточка будет чёрненькая. Вот здесь, но на картинке, блин, она не вся чёрная. То есть, вот эта часть у них тоже оранжевая. Но, на самом деле, не знаю, стоит ли заморачиваться. Внутренную часть я не красил. То есть, она сейчас заклеена малярным скотчем, скажем так, маской специальной. Чтобы фары светили хоть чуть-чуть. Ну, в общем, я думаю так. Нигде в инструкции не сказано, нужно заклеивать, нет. Но я как бы их заклеил и решил там внутри не закрашивать. Можно, конечно, чем-то серебристым сделать. То есть, там остаётся у нас специальное отверстие. Ну, специальные подфары не крашены. В общем, друзья мои, вот такая трофеечка. Так что, давайте ждём следующую часть. Соберём этого монстра. Потом посмотрим, как он в деле. Достаточно бюджетная китовая тачка на рынке. Посмотрим. Все ссылки внизу. Ставьте лайки. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok